От сегодняшней планёрки в администрации все журналисты ожидали разбора полётов после аварии на теплосетях, в результате которой целый город на несколько часов остался без отопления. Правда, говорят только об отключениях в четвёртом микрорайоне, поскольку в остальные части города тепло начало поступать уже утром 16 декабря. Вообще же, порыв произошёл в ночь с 16 на 17 декабря. На его устранение ушло чуть больше суток. Однако, последствия ощущаются до сих пор. В некоторых домах и сейчас по отдельным стоякам наблюдаются перебои с теплоснабжением. Но никакого разбора полётов на планёрке, как ни странно, не было. Ответственные лица отчитались о проделанной работе. Зам. по соцвопросам Татьяна Калинина доложила, что образовательные учреждения, расположенные на территории четвёртого микрорайона, сегодня приняли детей. Что же касается учреждений здравоохранения, то они тоже были обследованы комиссией и заработали сегодня с утра. Директор Балаковского филиала Т-Плюс Иван Родичев формально и без подробностей отчитался о проделанной работе. Теплоноситель подводится ко всем потребителям стопроцентно. Параметры теплоносителя температуру соответствуют заданиям порядка около 96 градусов. Давление тоже 9,4 килограмма сантиметра квадратные. Ведутся работы совместно с управляющими компаниями по наладке гидравлического температурного режима во всех частях города. А директор управления ЖКХ Павел Канатов, комментируя последствия аварии на теплосетях, намекнул, что жители отдельных так называемых клопятников, в которых произошла разморозка системы теплоснабжения, теперь должны за свои средства их ремонтировать. То, что касается парк клопятников, так называемых клопятников, их количество составляет 7,7. В субботу было появлено у нас два дома, которые были разморожены. В субботу на воскресенье эти дома у нас запустили. На сегодняшний день имеется порядка 80 домов, у которых половина дома отсутствует отопление. Эти 77 клопятников, которых в соответствии с жилищным кодексом, на протяжении четырех лет убеждаем, уговариваем, чтобы они все-таки занимались своими домами, выбирали подрядные организации для их обслуживания. Из 77 домов 13 домов вообще не выбрали способ управления. И говорят, что мы эту работу будем делать сами. Но когда приходит беда в дом, естественно, давайте помогайте нам. Но все-таки надо сначала какую-то сумму оплачивать. Оставшиеся 64 дома сбор составляет не более 30%. Что у нас бесплатно будет работа проводиться? Я, честно говоря, с этим добавляю. Спасибо за внимание. А между тем в прокуратуре города через два часа после планерки в администрации собрали экстренный брифинг. Прокурор Дмитрий Сернов рассказал об аварии и заявил, что по случившемуся будет проведена проверка. Только в ноябре 2016 года в отношении руководства данного филиала по ОТ+, в том числе руководства саратовского филиала, нами было возбуждено пять дел административных правонарушений. В настоящее время данные меры реагирования находятся на рассмотрении. Хотелось бы отметить, что этим наши меры не ограничатся. В настоящее время прокуратурой города Балаково с привлечением специалистов Ростехнадзора проводится полномасштабная проверка для восстановления причин и условий, способствующих произошедшему. По результатам данной проверки полномасштабной будут приняты иные меры реагирования. Эти мероприятия будут проводиться не только прокуратурой города Балаково, но и в целом по области. Поэтому в ходе данной проверки мы будем проверять и выявлять не только нарушения, связанные с тем происшествием, которое у нас произошло, но и в целом рассматривать, насколько в полном объеме осуществлялись мероприятия ответственными лицами и в частности руководством ПАО Т-плюс по поддержанию на лежащем состоянии тепловых сетей и каким образом они осуществляли в целом работу и соответствовали надеющему законодательству в части доведения теплоносителя на лежащем состоянии до потребителей. Ответственность за последствия аварии на улице Вокзальная, по словам главы Балаковского района Ивана Чепрасова, ляжет на Т-плюс. Организация, в свою очередь, в результате произошедшей аварии.